Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот такой вяжу прямоугольник 36 см на 14 см, потому что шапка должна быть повыше. Ну 13-14 см вот такая вот, не меньше. Делаю небольшой подгиб и распределю ушки уже после того, как я свяжу количество петель. Хотя в принципе могу распределить и сейчас. Для того, чтобы распределить, как я буду закалывать эти ушки, могу сделать предварительную макету. Самое простое это делать макеты из бумаги на те вещи, которые вы не понимаете, как делать на вязании. То есть я так вот заколола эти ушки. Видите, вот у меня получаются ушки. Вот они, два маленьких ушка в разные стороны. И уже по макету, по бумаге я измерила количество петель и сантиметров и перевела их в петли. То есть это самый простой вариант. Закололи как вам нравится и пересчитали петли и сантиметры. Получается у меня 36 см это 80 петель на 50 рядов. Я должна связать вот такой вот прямоугольник. 80 петель на 50 рядов. Самое интересное в этой шапочке это заколоть ушки. Сборка. Поэтому, поскольку у меня 4 уха, вязать буду пряжей 4 цветов. Вот такие вот полоски. Полоски могут быть равномерные, неравномерные, какие угодно. Делаю подгиб. Вяжу любым рисунком свою длину этой шапочки. Прямоугольник. И самое интересное, как я уже сказала, это сборка. Поэтому моя задача связать прямоугольник любым известным мне способом и собрать шапочку. Связали шапочку самым простым прямоугольником. Самый простой подгиб. Самый простой прямоугольник. И теперь мне нужно по этой вот схемке, которую я загибала в начале, отметить петельки. Для этого берем просто отрезанные кусочки пряжи, яркой, контрастной, чтобы видно было. И смотрю, что у меня в начале 4 петли. 4, 16, 16, 8, 16, 16, 4. 8 и 4 это задняя часть. Видите? Каждое ушко состоит из 16 петель. 4 и 8 это спинка и сперед. Вот так вот это все загибается. Одно ушко отметили. Вот оно. Сейчас. Это 16 петель. Поэтому отмечаю 4. Раз, два, три, четыре. Между 4 и 5 вставляю веревочку. Можно завязать. Можно так оставить. Ну, на один маленький-маленький узелочек, чтобы легко было снимать. Дальше 16. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Следующую ниточку вставляю между петельками. Я просто делаю отметки, как мне завязывать ушки. Учите, что ушки должны быть, вот это вот ушко, четное. Потому что мы будем навешивать, либо сшивать иголкой, либо навешивать на машинку. Не важно, но петли должны быть парными. Так удобнее сшивать. Поэтому у меня 16. Да, 16. Еще 16. Так, 10. Раз, два, три. Еще 16. Беру следующую. Отмечаю. Самое главное, между петельками. Потому что, если не между петельками вы положите, вы потом не поймете, что к чему у вас относится. 16. Следующее, 8. Четыре с этой стороны. Раз, два, три, четыре с этой стороны. Петельку. Отметили. И так далее. Можно, конечно, этого и не делать. Но на машине отмечать все гораздо проще, чем потом это все руками считать, когда уже все снято с машинки. Так, здесь раз, два, три и 10. Вот сюда. 16. Вообще, когда все это растянуто, разложено на машинке, самый лучший способ именно так и отмечать. И четыре с этой стороны, с последней. 16. Здесь и так получается. Все зависит от того, как именно вы заложите складочки. Можно их сделать одинаковыми, можно их сделать разными. Можно сделать три, можно сделать десять. Вот как заложили складки на схеме, таким вот образом и сделали отметочки. Теперь все это снимаем на вспомогательную нитку, потому что моя задача будет это все зашить. А для этого начало один ряд катушечный, контрастный, чтобы отметить. Катушечную нить берите крепкую, чтобы она не разорвалась сразу же. Ну и теперь берем нашу схему, берем наше связанное полотно, прикладываем, осмотрим. Первую петельки мы оставляем, вторые петельки мы сложим, причем сложим вот так вот. Один к одному. Могу сколоть. Вот эта сборка. Вторые петельки, где они, вот, мы тоже складываем, я их тоже скалываю. Все по схеме делаю. Это второе ушко. Прямую часть я оставляю. И еще два ушка собираю. Делаю сборочку. Одно ушко. Второе ушко. Вот, могу теперь брать и соединять это все на машинке. Причем соединять, я отметила, что ушко соединяю, но соединять-то я его буду все-таки изнанкой наверх. Поэтому 8 петелек, начиная от отмеченной. Надеваю на вязалью машинку. И просто делаю сшивание на машинке или закрываю петли, как вам удобно. Но самое главное, соединить правильно наши ушки. Раз, два, три, четыре. Так, одно надели. Теперь внутрь убрать. Брусую ниточку и вторую часть надеваем. Раз, два, три. Проверяю, что у меня все получается именно так, как нужно. Четыре, пять, шесть. До, до, до отметочки. Вот, как раз остановилась на отметке. Это первое ушко. Следом за ним сразу идет второе ушко. Я могу, в общем-то, надеть и второе ушко сразу. А могу закрыть это. Смотрите, можете по очереди закрывать эти ушки, чтобы не путаться. Потом просто соединить вязание. Соединить эти ниточки, связать и все. Раз, зеленая нитка, у зеленой и буду делать соединение. Просто закрою. Удобным мне способом. Я закрою косичкой, вы закрываете, как удобно вам. Хвост соединю. Стальным вязанием. И вот таким вот образом просто закрываю все ушки. Ушки и прямые участки. Складываю, смотрю, что с чем соединено. Все соединю. После этого уже уберу вспомогательную нитку. Когда я могу убедиться, что у меня все соединено верно. Так, вот ушко. Вот оно соединилось. Но вспомогательная нитка пока мешается. Убирать я ее буду в последнюю очередь. Соединяю второе ушко. По меткам. Те же восемь иголок. Шильце. Главку вынимаю. Складываю ушко. Можно все уши сразу навесить и сшить. Тоже вариант. Как вам удобно. Я просто рассказываю идею, как это можно делать. Ваше воплощение. Моя идея. Методов сшивания есть много. Берете тот, который вам нравится. Который вам удобен и понятен. И вот таким вот образом, надевая ушки по очереди, сшивая их, можно зашить верхушку. Самое главное, это предварительно макет нашей шапочки. Потому что делать это по готовому изделию гораздо сложнее, чем на бумажной основе. Надеваю вторую часть и точно так же закрываю. Со второй стороны поступаю точно так же. И после этого заканчиваю прямым участком. Самое главное, нигде не сбиться, чтобы не переделывать. Но это не страшно, потому что вспомогательную ниточку, как я уже сказала, мы убираем в последнюю очередь. Именно поэтому. Можно ее, конечно, разрезать на куски и выбрасывать. Но если вы где-то ошибетесь и придется переделывать, нам придется перевязывать верхние петли. А это делать никому не хочется. Поэтому всегда оставляйте вспомогательную нитку на последнюю очередь. Убирайте ее. Так, ну, до конца надеваете вторую часть ушка и закрываете. И вторые два уха с другой стороны точно так же закрываете. Соединили ушки. Сшила шов, просто надев на машинку. Вот, получается. Главное надеть на машину, крепко затянуть. И соединить полоски. Проверила, что у меня все петли надеты, что я не потеряла ни одну петельку, иначе будет неприятно. И могу вытащить вспомогательную нитку или просто вот так вот распустить ее, чтобы не рвать. Здесь моя катушечная нитка, которая очень помогла мне, потому что тяжело петельки доставать, которые плохо видно. При использовании катушечной, это я просто вытащила и все. Получилась вот такая вот шапочка. Так, вот здесь можно подтянуть. Видите, у меня куча узлов, куча ниток. Если я вижу, что здесь что-то вот не так, подтягиваю в этом месте. И все, все нормально. Вот мои уши. Отлично получились. Вывернуть шапка. Сейчас мы все эти петли заправим. Это обязательно. Оставлять такие лохмоти внутри нельзя. Мерим на модель. Вот шапка с четырьмя ушками. Ушки можно, видите, вот они. На каждое ушко можно навесить помпон. На каждое ушко можно навесить кисточку или что-то еще такое вот интересное. Получается шапка с четырьмя ушками. Неизбита и непонятно. Можно загнуть ушки в разные стороны. И действительно в каждой кисточку будет смотреться просто непонятно и интересно. И завязочки на ушки, если это требуется. Вот такая вот интересная моделька. Если вам понравилось, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями, а также подпишитесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И до встречи на сайте Избави Зальня. Ваша Наталья Некрасова. Субтитры сделал DimaTorzok